Всем привет! Это 36 выпуск моего нерегулярного подкаста Трёпси Бранта. Сегодня выпуск, в котором я сам почти не буду рассказывать, у меня есть две длинные аудиозаписи. Ну и сейчас я расскажу, собственно, откуда они взялись. Недавно в Питере прошла крупная и сильная конференция разработчиков TechTrain. Меня на ней не было, но там выступали мои любимые, уважаемые коллеги. Некоторых из них вы уже слышали в моих подкастах, например, Ваню Мщакова или Андрея Бреслава. Доклад Андрея я сегодня трогать не буду, он заслуживает отдельного разговора. А еще там был Гриша Бакунов, который знаменит своим подкастом, у которого, как известно, Радио Т, поэтому у меня в гостях его как-то пока особо и не было. Но главное, что у Вани, у Гриши были два изумительных совершенно доклада, и они как-то перекликаются. Хотя, казалось бы, стиль разный, темы разные, но все-таки, все-таки выступление Вани и Гриши мне очень интересно поставить рядом. Они, ну если говорить на самом таком общем уровне, про неожиданные и не всеми понимаемые аспекты разработки искусственного интеллекта. Видео докладов пока еще не выложены, поэтому не могу дать ссылок. Увы, ждите, следите, оно того стоит. Хороший доклад надо смотреть с картинками, если уж автор решил сопровождать свой рассказ слайдами. Но мне не терпится, насладитесь пока рассказом устным, теми фрагментами, которые я тут вставлю. У Вани все, как я люблю. Тут и исторические отсылки, конечно, кошки, внесшие фундаментальный вклад в компьютерное зрение. И, кстати, не тем, что алгоритмы учились отличать их от собак. Увы, когда-то именно кошки пострадали ради науки, на них были проведены исследования, получившие Нобелевку по биологии и изучали физиологию зрения. Ну, а эта работа о зрении кошек, в свою очередь, уже математика вдохновила на создание сверточных нейронных сетей. И эти самые сверточные нейронные сети, это один из тех инструментов, о которых, в частности, потом будет разговаривать в своем докладе Гриша. Но главное, рассказ Вани, как всегда, прекрасен с точки зрения образования в области фундаментальных вещей, вокруг которых множество мифов. Конечно, повторюсь, надо смотреть в оригинале, со слайдами, но это, когда организаторы выложат все записи. Ну и я не привожу здесь интереснейшую дискуссию, которая случилась после доклада, пусть будет лишний стимул оригинальные доклады Tech Train посмотреть на ютюбе. На первый взгляд, Ваня больше рассказывает про нейрофизиологию и психологию, чем про любимую им математику и искусственные нейронные сети. Но это очень не случайно. Крайне полезно понимать, насколько мало мы знаем, как работают белковые мозги. И не только наши, но даже и братьев наших меньших. Но все-таки еще раз не могу не поделиться с вами этой радостью слушать Ваню, всегда непередаваемый интеллектуальный кайф и прелестная провокационность названия «Почему мы думаем, что мы умные». Итак, слово Ване Имщикову. Я занимаюсь машинным обучением с разных сторон. Я работаю в институте Макса Планка, постдоком, исследую искусственный интеллект, в первую очередь в приложении к генерации текстов. То есть я пытаюсь сделать какие-то нейросетки, которые бы писали тексты, похожие на людей. Поэтому я немножко понимаю что-то про искусственный интеллект с точки зрения науки. Но помимо этого последние два года я работаю в компании Абби. Компания Абби занимается процессингом, цифровым процессингом документов. То есть мы делаем, опять же, нейронные сети и другие алгоритмы анализа данных, которые бы автоматизировали бюрократию. То есть мы делаем такого робота-клерка, который бы вместо того, чтобы человек перекладывал бумажки, перекладывал бы бумажки сам и бумажки бы в идеале должны быть виртуальные и в облаке. Понимал бы все, что происходит и раскладывал. Очень большое эхо. Может его можно сделать меньше? Нет? Нельзя. Ну хорошо. Просто эпично получается. И, соответственно, я немного знаю про искусственный интеллект с точки зрения бизнеса. И третья история. Это совсем странный сайт-проект, который мы делаем с Лешей Тихоновым. Он называется Created Labs. И там мы занимаемся искусственным интеллектом с точки зрения творчества. Мы пытаемся делать творческие нейронные сети. Что бы это ни значило, я чуть позже в докладе расскажу, что это. Вы, может быть, слышали нейронную оборону. Вот мы с этого начали и с тех пор продолжаем делать всякие странные штуки с генеративным искусством и нейронными сетями. Соответственно, если, во-первых, вы хотите поговорить про науку, ну как бы сходите по QR-коду, почитайте статьи и давайте поговорим с вами в дискуссионной зоне. Это будет лайтовый доклад. И основная цель моего доклада – попытаться разобраться, как так получилось, что человечество считает, что мы умные, и как на это смотрит современный компьютер-сайентист. То есть мы же все, вот сегодня Андрей спрашивал, люди подняли руки, люди считают, что они умны в целом. Вот давайте попробуем разобраться, как это получилось и что об этом говорит современная компьютерная наука. Как вообще получилось, что мы решили, что мы умны? Получилось это довольно давно. Было такое дерево мироздания, и человек был в нем, если не ствол, то главный фрукт вообще. Еще у древних греков какой-нибудь Платон ходил по саду и говорил, что все человек, что мы, значит, должны выйти в мир идей. И, в общем, все это было прекрасно примерно до 19 века. А в 19 веке оказалось, что древо жизни действительно есть, но выглядит вот так. И при этом мы на нем как бы фрукт, конечно, но далеко не самый многочисленный, не самый какой-то там сложный. Непонятно, в общем, как выяснить, кто вот в этом древе главней. Но в 19 веке люди были очень оптимистично настроены, все верили в технологии, паровые двигатели, ура-ура. И, соответственно, какое-то время люди просто не обращали внимания на тот факт, что идея о том, что человек самый умный, она немного не бьется с теорией эволюции. Ну, то есть неоднозначно с ней связана. И примерно тогда же, в 19 веке, прекрасные люди, такие как Чарльз Бэббидж и Ижи с ним, стали думать, а можно ли сделать умную машину? Типа универсальный вычислитель, там, на пару, чтобы он сам думал, все делал. И вот они думали-думали. И, естественно, поскольку считали, что самый умный в мире человек, они пытались подчерпывать какие-то аналогии того, как работают умные системы, глядя на две категории ученых. Это были биологи и это были психологи. На самом деле, есть, наверное, миллион докладов про то, какую важную роль кошки играют в жизни ученого. Но в случае с компьютер-сайентистами кошки сыграли прям самую важную роль, потому что эпохальная, значит, статья 59-го года, за которую в итоге два ученых, Хубель и Визель, получили Нобелевскую премию по биологии, она была про то, что Хубель и Визель изучили, как работает зрительная система кошки. И выяснили, что там есть нейроны, которые реагируют на какие-то очень низкоуровневые признаки, а чуть глубже есть нейроны, которые реагируют на признаки более абстрактные, если угодно. И вдохновляясь этой статьей, Ликун, Бенио и Ижи с ним в 80-е годы придумывали сверточные нейронные сети по аналогии с тем, как работает животное зрение. Ну и, в общем, я не могу, к сожалению, сказать, что ни одна кошка при подготовке этого эксперимента не пострадала, но они делали это ради науки. Спасибо им за это большое. Тут короткое лиричное отступление. Просто когда я копался и нашел вот эту статью, я узнал душераздирающую историю, которой я хочу с вами поделиться. Вот это не инопланетянин. Кто вообще, кто-нибудь может знает, кто это? Это прям живой человеческий ребенок, который плохо выглядит. Это изображение находится в Музее современного искусства в городе Питтсбург. Это на самом деле первый в мире цифровой сканер, скан. Значит, этого человека зовут Уолден Кирш. Его отец, Рассел Кирш, сделал первый цифровой сканер, тоже вдохновляясь статьей биологов, решил, что надо сделать первый рецептивный слой сканера, как бы воспроизвести первый слой нашей сетчатки. И вот первый скан в мире был сделан. Это было фото его ребенка, его сына. Самое интересное и по-своему трагичное в этой истории то, что Рассел Кирш до сих пор винит себя, потому что из-за него пиксели квадратные. Когда он делал первый в мире сканер, он решил, что надо сделать пиксели квадратными. И уже 20 лет он борется с этим. Последние 20 лет он активно говорил, ребята, давайте сделаем их круглыми, что за глупость. Я делал это просто потому, что так было удобнее. Но, в общем, пиксели квадратные благодаря этому человеку. Окей. Значит, еще одна аналогия из биологии, которая активна и много и хорошо работает. Кто из вас слышал про то, как искусственный интеллект обыгрывает в доту людей? Поднимите руки. Ага, все слышали. Класс. Вот это он делает благодаря обучению с подкреплением. Или тому, что в английском языке называется reinforcement learning. Аналогия из биологии очень простая и понятная. Дрессировка. Дрессировка – это reinforcement learning в чистом виде. В чем идея обучения с подкреплением? У вас есть некоторая среда, в ней алгоритм пытается решить какую-то задачу, а вы иногда, причем не обязательно после каждого его движения, а в какие-то моменты, ну, к примеру, если мы учим сетку играть в Go, то подкрепление происходит только тогда, когда сетка выигрывает или проигрывает, то есть на довольно больших интервалах времени. Вы говорите «О, это было хорошо» или «О, это было плоховато». И таким образом алгоритм итеративно учится чему-нибудь. Ну, собака точно так же учится приносить тапочки. Это прям прямая аналогия. Моя любимая история про обучение с подкреплением, про то, как ученый изнасиловал журналиста, это вот этот заголовок, про который вы, наверное, слышали. В какой-то момент очень много СМИ два года назад написали. Искусственный интеллект Фейсбука вышел из-под контроля, начал общаться между собой, и его пришлось отключить. Помните эту историю? Кто-нибудь читал это, нет? Да, вот, есть люди. Теперь рассказываю, что произошло. Люди сделали алгоритм и пытались выяснить, может ли, значит, сетка при помощи обучения с подкреплением сконструировать язык коммуникации. В чем была среда, которую ученые эмулировали? Это был такой квадратик, n на n, по нему бегали две точечки. Одна точечка видела… А, и был крестик, в который одна из двух точечек должна была прибежать. Красная точечка должна была прибежать в крестик. Синяя точечка видела, где крестик находится, но бегать не могла. Зато она могла отправлять красной точечке строчки текста. Соответственно, при помощи обучения с подкреплением они пытались обучить эту систему так, чтобы синяя точечка, которая видит, могла навигировать красную точечку до крестика. И через некоторое время алгоритмам действительно удалось добиться того, что определенная строчка текста начинала означать вверх, другая вправо, третья влево, четвертая вниз. После этого эксперимент был признан успешным. Люди написали про эту научную статью и, естественно, выключили сервер. Все. Но фантазия журналиста, как известно, превосходит фантазию ученого. Поэтому они вышли из-под контроля и их отключили, чтобы ничего не началось. Ну, хорошо. И, собственно, вот эти истории, когда с ними сталкивается человек, который, собственно, работает с искусственным интеллектом, он начинает смотреть тоже на какие-то биологические аналогии. И рано или поздно, естественно, начинает задаваться вопросом. Подождите, подождите, подождите. А что там у мозгов? Ну, то есть мы берем аналогии из мозгов в компьютер-сайенс. А можем ли мы взять аналогии из компьютер-сайенс и при помощи них что-то узнать про мозги? Это такой вопрос, который сейчас люди, которые занимаются машинным обучением, стали активно задавать. И, собственно, оказывается, что в компьютер-сайенс есть много идей, которые действительно полезны для того, чтобы понять, как работает наш мозг. И вот одна из моих любимых статей вообще ever, я всем советую ее прочитать. Это два прекрасных человека, которые задали вопрос. А если мы будем изучать процессор, 386, к примеру, так, как мы сейчас изучаем мозги, мы вообще что-нибудь сможем понять про процессор? А как мы изучаем мозги? Мозги мы изучаем сейчас так. Мы пытаемся, значит, подавить активность какого-то нейрона или группы нейронов и смотрим на то, как человек себя ведет. И такие, о, вот если вот эти нейроны выключены, человек не может говорить. Это нейроны речи. А вот если эти нейроны выключены, человек не может ходить. Это нейроны движения. Они говорят, окей, вот вам процессор, давайте выключать транзисторы. Берем транзистор, выключаем и запускаем программу. К примеру, игру. И смотрим, работает игра или не работает. Диаграммы получаются очень красивые. Если вы видели хоть раз какую-нибудь диаграмму из статьи про нейросайенс, там вот такие же истории. Там нейроны, что-то с пики, там что-то с импульсами, корреляции. Очень классно. И у транзисторов тоже какие-то пики, корреляции. Но оказывается, к примеру, что они в ходе исследования нашли транзистор, который отвечает за игру King Kong. А дело в том, что это транзистор, без которого не работает сложение. И в игре King Kong нужно сложение. А в двух других играх, на которых они тестируют, сложение не нужно. И они такие говорят, ребят, а вы уверены, что мы так мозги вообще поймем? Просто мы транзисторы понять не можем, если так, как вы, делать. Другой совершенно прекрасный пример — это история про то, что дети ведут себя, как боецовские нейронные сети, боецовские алгоритмы. Про это есть много статей психологов-когнитивистов. Я вам всем советую посмотреть. На TED есть доклад Лауры Шульц. Она один из трех авторов вот этой статьи. Я вам коротко расскажу один из результатов. Это совершенно безумный результат. Они берут младенца, 16 месяцев, сажают его перед коробкой. В коробке очень много синих шариков и немного желтых. Они берут, достают синий шарик, нажимают на него, шарик пищит. Они опять берут, достают синий шарик, нажимают, шарик пищит. Они третий раз берут, нажимают, синий шарик, шарик пищит. А дальше они берут и достают желтый шарик. И дают ребенку. Это первый случай. В первом случае оказывается, что 80% детей берут желтый шарик и сжимают. А он не пищит. Они расстраиваются. Но в целом, если мы боецовски смотрим на эту задачу, у нас коробка, в которой в основном все шарики синие, и три подряд пищали. Поэтому логично попробовать нажать. С точки зрения боецовских методов, то, что шарик желтый, вообще не должно означать, что он не пищит. При этом, если мы берем коробку, в которой больше желтых шариков, и подряд достаем три синих, и они пищат, и отдаем ребенку желтый, он не пытается его сжать. Потому что он понимает, что это не репрезентативная выборка. Это не репрезентативная выборка. Очевидно же. То есть с точки зрения боецовского метода, не надо пытаться нажимать на желтый шарик, если тебе подряд три раза вытащили три синих из коробки, где видно, что в основном желтые. Это явно какая-то мухлеж. Самое дикое в этом, что когда из этой же коробки, в которой в основном желтые, и один, два, видно, синих, достают один синий, и он пищит, и потом дают желтый, ребенок пробует сжать. Потому что данных мало. Вы смеетесь. А в целом, если об этом задуматься, то это логично. Потому что самый быстрый способ, оптимальный, с точки зрения математики, чему-то научиться, это работать с информационно богатым контентом и использовать боецовский апдейт. Вы просто взрослые, и у вас прайеры очень сильные. А у ребенка прайеров нет. Поэтому он использует боецовскую, оптимальную стратегию. Вообще, дети подозрительно много знают. Вот кто из вас, к примеру, в детстве любил подливать молоко в чай? Поднимите руки. Или в кофе. И залипать прямо на то, как это происходит. Прям прикольно. А кто это делал несколько раз? И я это делал несколько раз. А как вы думаете, почему заливать молоко в чай интересно, а кидать мячик на землю неинтересно? Идея есть? Или вот еще вариант. По снегу ходить, когда первый снег пошел, и снежинки рассматривать. Есть такое дело. Был грех. Потому что снежинка, в ней очень много информации. Если вы почитаете с точки зрения компьютер-сайенс, есть такое понятие теория информации. И информация — это какое-то событие, которое происходит редко и не повторяется. Когда вы наливаете молоко в кофе, конвекционные потоки ведут себя уникальным образом и довольно сложным. С точки зрения математики в этом процессе много информации. Наш мозг в детстве на такие процессы залипает. Горящий огонь — это очень информативная система. В ней очень много информации. Она загружает наш мозг очень плотно. Снежинка — очень информативная штука, потому что нет двух похожих снежинок. А если дать ребенку кубик, он будет кидать его раз десять. И все. Он поймет, как устроено распределение, и отложит его в сторону. Когда мы говорим, что мы умные, как мы это меряем? IQ, к примеру. Вот пример. IQ придумали... Я не хотел про это рассказывать, но раз ты сказал, расскажу. IQ придумали, чтобы набирать людей в армию США. IQ — это один из самых успешных вообще психологических тестов. Он воспроизводится очень с высокой вероятностью. В каком смысле? Вот идея IQ такая. Давайте наберем тысячу вопросов, которые тестируют вашу способность как-то, значит, складывать два и два. Тысячу вопросов напишем. Случайные сто возьмем. Отдадим ста людям. После того, как они ответят на эти сто вопросов, отранжируем этих людей в определенном порядке. Дальше возьмем случайные сто вопросов из той же тысячи. Опять дадим этим людям. Они опять заполнят. И только 30% людей поменяют свое положение относительно друг друга. Вот чтобы вы понимали степень валидности теста IQ. В психологии это считается хороший валидный тест. Один из лучших с точки зрения воспроизводимости. Но IQ меряет только то, что нужно, чтобы служить в армии. Там есть довольно трагичная история, что они долго все это считали, чтобы выяснить, после какого IQ надо не брать людей в армию, потому что от них вреда больше, чем пользы. И оказывается, что примерно… Ну, идея еще в том, что IQ нормируют на общество. То есть сотка – это типа середина распределения. Вот оказывается, что у тех, у кого IQ меньше 80, от них в армии вреда больше, чем пользы. Даже в армии. Когда им говорят, что делать, все равно лучше их не брать. И таких 10% населения. Это тоже довольно тревожная статистика, про которую стоит помнить всегда. Но не суть. На самом деле есть более общий тест, который называется General Intelligence Factor, который в свое время предложил Пирсон. Но любим мы Пирсона, конечно, не за это. Мы любим Пирсона за то, что он придумал корреляцию по Пирсону, а то, что он придумал General Intelligence, это вызывает вопросы. Он такой говорит, ребята, интеллект – это сложно. Давайте… Он изначально вообще смотрел на успеваемость людей по разным предметам. И говорит, смотрите, вот по классической литературе есть высокая корреляция. Если человек хорош в классической литературе, он и во французском хорош. Если человек хорош в математике, то у него есть корреляция с французским и английским. И он говорит, наверное, это все факторы, которые как-то связаны с параметром, который я назову General Intelligence. Но оказывается, что человек довольно гибкая штука. И вот есть такая прекрасная статья, я ее очень люблю, почитайте ее, это гениально. Она говорит, что у нас в голове есть две теории интеллекта. Одна теория интеллекта называется Entity Theory, то есть интеллект как данность. Я таким родился, я таким помру. Типа, я родился умным, или я родился нормальным, или я родился глупым. И так и живу всю жизнь. А есть люди с другой теорией интеллекта в голове, которые считают, что интеллект это как мышца, ее можно раскачать. Это инкрементальная теория интеллекта. Так вот, оказывается, что если берешь людей, спрашиваешь их, при помощи теста пытаешься выяснить их отношение к своему собственному интеллекту, и выяснить, они считают, что вот это Entity Theory или Incremental Theory, а дальше даешь им всякие задания. Вот оказывается, что человек, который для себя просто раз и навсегда решил, какой он по уму, он в 50% случаев старается избегать сложных задач. Ему даешь сложную задачу, а он такой, блин, она что-то сложная, я отойду. В 50% случаев. А человек, у которого теория интеллекта такая, что интеллект штука, которую можно раскачать, в этой же ситуации избегает задачки только в 10% случаев. И наоборот, когда ты даешь человеку задачу и говоришь, что это возможность чему-то научиться, человек вписывается в эту задачу, если у него теория фиксированного интеллекта, только в 18% случаев, а если у него теория инкрементального, почти в 61%. То есть мы сами довольно гибко относимся к тому, что происходит в нашей голове, и это влияет на то, как мы, не знаю, проходим разного рода тесты. Главное, что эти тесты, они очень странные, потому что, к примеру, IQ хорошо показывает, что люди с высоким IQ не менее склонны быть лидерами в группе. То есть если взять группу людей, посчитать их IQ и попытаться по IQ предсказать, кто в этой группе будет главным, то окажется, что главным в этой группе будет человек из второго, как бы, то есть который будет между мат-ожиданием IQ группы и максимумом IQ группы, а не тот, у кого максимальный IQ. Потому что IQ меряет что-то, но мы не очень понимаем, что. Наверное, это помогает набирать людей в армию, но как это связано с интеллектом, у нас прям уверенности стопроцентной нет. Дальше начинается все еще круче, и это прям произошло уже совсем недавно. Есть такой прекрасный человек Леонид Мороз. После того, как он опубликовал свою статью, Эйон вышел с вот такой вот заглавной страницей. Инопланетяне среди нас. Но это на самом деле не инопланетянин, это существо, которое называется грибневик. Кто знает, кто такие грибневики и почему я сейчас про них рассказываю? Вот этот человек нейросайентист, он, наверное, очень страдает от того, что я несу всякую чушь со сцены. Вы молодец. Грибневики очень долгое время считались родственниками медуз. Такие медузы, которые немного другие. Но после выхода вот этой статьи оказалось, что все немного не так. Дело в том, что у нас у всех есть в крови нейромедиаторы. Это разные вещества, которые помогают нашим нервам правильно работать. И у всех живых существ в мире есть один набор нейромедиаторов, а у грибневиков он другой. Пу-пум. Долгое время думали, что один и тот же, теперь другой. И сейчас не знают. Одно из двух. Или были грибневики, развили в себе нервную сетку, потом появились губки, у которых она пропала, а потом от губок заново развилась новая нервная сетка, которая уже и в нас. Или это просто параллельная эволюция. Есть мы все, от людей до медуз. У нас один тип нервной системы, а есть грибневики. У них все почти то же самое, только другие нейротрансмиттеры. То есть получается, что даже биологический интеллект не уникален, строго говоря. Давайте как-то суммировать то, что мы знаем об биологическом интеллекте. Мы на уровне нейронов понимаем, как работает, и видим, что в целом работает. То есть мы видим, что отдельный наш нейрон в голове вспыхивает и гаснет, и мы видим, что мы вроде живые. И говорим, можем какие-то задачи выполнять. Мы можем измерять качество выполнения задач, но в узкопоставленном контексте. То есть мы можем проверить, хорошо ли знает человек латынь. Мы можем проверить, хорошо ли человек считает в уме. Но мы не можем сказать, вот это умный человек или глупый. В смысле мы можем так сказать, может быть, нам даже за это не будет стыдно. Но как бы количественно это утверждение мы доказать не можем. Мы видим, что естественный интеллект в некотором смысле учится оптимальным образом. Когда маленькие дети пытаются чему-то учиться, они учатся прям вот по книжке. Только они ее не читали. И мы знаем, что генетические алгоритмы работают. Давайте теперь подумаем, что мы знаем про искусственный интеллект. А мы знаем то же самое. Мы точно так же понимаем, как сетка работает на уровне нейронов и не понимаем, как работает система в целом. Мы точно так же умеем измерять качество выполнения четко поставленных задач. И все эти годы нам говорят, а, это искусственный интеллект в узком смысле. Это все в узком смысле. Вот вы нам сделаете general intelligence. General intelligence, вот что бы как у людей, даже лучше. А компьютер-сайентисты, они такие типа, блин, а как у людей? Как? Вы же тоже так же меряетесь на отдельных конкретных вопросах. Мы видим, что учится эта штука оптимальным образом, по крайней мере, если у нас прямые руки. И мы знаем, что генетические алгоритмы работают. И вот в этот момент любой компьютер-сайентист, он говорит, ребят, а чего вы от нас хотите? Как бы мы сделали интеллект. Он соответствует всем условиям, которые вы можете сформулировать про интеллект. Сейчас, сейчас, у нас будет время для дискуссии. Чего вы от нас хотите? И тут, может быть, я угадаю ваш вопрос, может быть, нет. Люди говорят, подождите, я знаю, дело же в творчестве. Да? Вот это? А, оно? Нет? Не угадал? Угадал? Тест Тьюринга. Я про это потом отдельно готов поговорить в дискуссионной зоне. Обычно люди говорят, ну подождите, ну разве? Ну а творчество же? И тут начинается самое интересное, и мы как раз этим в Create очень много занимались. Вот мы сделали нейронную оборону, к примеру, написали несколько статей про генерацию поэзии. Я вам приведу несколько строчек оттуда и вообще расскажу немного про это. Значит, берем там регулярную нейронную сеть, кормим ее стихами, она начинает выплевывать какие-то строчки, дальше мы их как-нибудь рифмуем более-менее случайным образом. Получается на выходе что-то. И там получаются разные строчки. Я когда готовил к одной из двух этих статей постер для конференции, я выбирал примеры неудачные с моей точки зрения, ну примеры ошибок, потому что любая нейронная сеть, она иногда и ошибки выдает. И я думал, вот есть строчка, приведу ее как пример ошибки. И нашел вот такую строчку. At night I lay waiting for A. Все. Конец строчки. И думаю, вот да, конечно, настоящая поэзия так не бывает, на артикль строчка заканчиваться не может. Вот отличный пример. Я включил пример в статью, стою с постером на конференции, ко мне подходит профессор из Норвегии, мы с ним до сих пор сейчас взаимодействуем, он тоже занимается генеративной поэзией. Он ко мне подходит и говорит, подождите, а почему вы выписали вот эту строчку как пример ошибки? Я говорю, ну как же, ну в стихах же не бывает артикля на конце. Он же говорит, вы что, это же гениальное стихотворение в одну строчку. At night I lay waiting for A... и вы чувствуете внутри вот это ощущение, когда вы лежите во сне, вот то ли спите, то ли нет, и чего-то вот вам хочется, то ли революции, то ли севрюжины с хреном, и непонятно, и вы лежите, и не можете вот сформулировать, что это, то есть вот жду чего-то, а чего не знаю. Говорит, гениальное же стихотворение. И действительно, это стихотворение однострочное напечатали в журнале современной поэзии в Хельсинки, который издается. Гениальное стихотворение оказывается. Когда я готовился к этому докладу, значит, у меня недавно был день рождения, я, конечно, естественно, тяжело всегда, каждый день рождения грустный праздник, а тут мой коллега Леша прислал мне строчку, которую нагенерировала наша сетка, натренированная под Кормильцева. Строчка такая. Молодость прошла как пощечина. А? А? И я понимаю, что и та, и другая строчка получены при помощи статистического обучения. То есть, и та, и другая сетка получила на вход большое количество текстов, а дальше пыталась понять, как эти тексты устроены, и генерировать тексты, которые похожи на те тексты, которые она видела. Но когда мы берем любого поэта, мы сначала даем ему много текстов на естественном языке. Он их читает и пытается генерировать тексты, которые похожи в некотором смысле на те тексты, которые ему понравились. А потом мы читаем поэта и говорим, господи, я вчера прочитал Убродского, это же гениально. Может быть, это гениально, может быть, нет. Но какой вклад случая, какой вклад интерпретатора и какой вклад автора вообще-то довольно трудно померить. Давайте как-то потихонечку резюмировать. Мы думаем, что мы умные, но мы не умеем определять понятие умный, мы не умеем измерять ум, и мы не допускаем того, что наше представление об интеллекте вообще-то может не биться с реальностью. Мы живем, у нас есть внутренняя теория интеллекта, и мы считаем, что она верна просто потому, что она верна. Потому что она у нас есть. Что, на мой взгляд, мешает нам в целом, как комьюнити, как, не знаю, виду, создать искусственный интеллект в широком смысле? Две вещи. Гордость и предубеждение. И когда я сегодня начинал свой доклад, я ровно об этом и сказал. Я сказал, что ответ на вопрос, почему мы думаем, что мы умные, гордость и предубеждение. И если вы хотите, вы можете уйти. И кто-то ушел. И те, кто ушли, сделали это по этим причинам. Они не решили не закапываться в этот вопрос. Они посмотрели такие, а, ну все понятно. И ушли. И когда мы пытаемся сделать умные системы, мы точно так же уходим из вот той комнаты в нашей голове, где нам задают вопрос, чувак, а что такое умный? Мы такие, а, это мы знаем. И уходим. И мне кажется, что те, кто остались в этой комнате, что-то вынесли из этого доклада, может быть, не для использования в компьютер-сайенс, может быть, просто пару прикольных фактов, которые можно рассказать другу за пивом, но это было не вредное времяпровождение. А кто-то, кто занимается искусственным интеллектом, может быть, начнет думать про умные системы не так, как думает сейчас. И это, может быть, позволит нам сделать какой-то следующий шаг в этом направлении. Спасибо большое. Ну, прекрасен же, Ваня, правда? Переходим ко второму докладу. Гриша тоже начинает рассказ с того, что мы не понимаем, что такое искусственный интеллект, и вообще у него еще слишком короткая история развития. Как следствие, мы и риски всякие не понимаем. И Гриша решил в одном месте собрать исследуемые проблемы, не чтобы призвать все остановить, как любит это делать, например, эпатажный маск, а чтобы просто слушатели лучше понимали, насколько пока все не пахано. Гриша прекрасно знает, прекрасно понимает, что запреты, требования остановить и прекратить вообще не работают. А я от себя добавлю, насколько можно манипулировать людьми с их естественными интеллектами, рассказывают на других конференциях, не для разработчиков. Но легко вспомнить просто ленту Фейсбука или рассказы пострадавших от разных разводок наших знакомых, и все. Мы прекрасно поймем. Нас не сложнее обмануть, чем машину, просто подходы разные нужны. И дальше начинается история про людей. Ибо всякие проблемы систем распознавания и прочих так называемых интеллектуальных систем и вообще искусственного интеллекта обязательно будут использовать в нехороших целях. А проблемы обязательно будут, они есть всегда у любой технологии, а у сложной их всегда больше. Но не сорвавшийся с цепи искусственный интеллект, а люди живые, люди будут придумывать разнообразные пакости с использованием изощренных алгоритмов. И это общая и вечная проблема. Любое, абсолютно любое изобретение, да еще со времен, когда какой-то наш предок взял в руки камень не для того, чтобы кокос разбить, а чтобы разбить голову своего соплеменника, обязательно будет кем-то использована в гнусных целях. Это не проблема изобретателей, это не проблема технологий, это проблема нас, людей. И поэтому легко требовать перестать изобретать новое, а вдруг что-нибудь не так пойдет. Лучше ничего нового не делать, как бы чего не вышло, не работает. Люди так устроены, что они таки будут изобретать новое. И поэтому, хотя это трудно, лучше попытаться придумать, как сделать так, чтобы люди не старались любую новинку обратить во зло. Потому что даже если новинок нет, они будут творить зло по старинке, и это ничуть не более приятно. Гришин доклад совсем грустно воспринимать без картинок, но уж больно мне повторюсь, хочется его рядом с Ваней дать вам послушать. А уж потом обязательно насладиться оригиналом, когда организаторы TechTrain дадут такую возможность. Все, подводка закончена, передаю слово Грише Бакунову. Здравствуйте все, меня действительно зовут Григорий Бакунов, у меня кроме работы в Яндексе так получилось, еще много интересных разных развлечений. По работе я, в общем-то, занимаюсь довольно разнообразной ерундой, в том числе занимаюсь разными проектами, как я люблю говорить, которыми не занимаются другие люди. То есть питаюсь картофельными очистками, ну так скажем. Последние много лет, как вы, наверное, знаете, у всех большая эйфория вокруг истории с искусственным интеллектом, очень много про него говорят, очень много всего делают, и Яндекс в том числе делает. Я сегодня буду рассказывать совершенно некорпоративную, я бы даже сказал антикорпоративную историю, потому что ну вообще я по должности наверное должен ходить и вам рассказывать, что искусственный интеллект придет прямо сейчас, за ним будущее, это классно, это здорово, это все правда, и я это часто рассказываю. Но, к сожалению, часто в таких историях забывают о том, что история развития искусственного интеллекта еще очень короткая, мы только начали этим заниматься. Я когда обычно про это рассказываю, говорю, мы настолько мало занимаемся искусственным интеллектом, что у нас нет определения того, что такое искусственный интеллект. Вот такая грустная история. При этом, когда мы начинали, когда мы начали заниматься искусственным интеллектом, а по большому счету человечество началось этим эффективно заниматься с 80-х годов, и до текущего момента мы пытаемся создать качественный искусственный интеллект, но примерно на уровне, как я люблю говорить, маленьких детей, совершенно не думая о безопасности того продукта, который мы строим. И, собственно, история, которую я хочу вам рассказать, она о том, что в современном мире так получилось, что искусственный интеллект строится по следующему принципу. Сначала мы добьемся качества, а потом позаботимся о надежности. Я вам расскажу несколько хороших примеров того, к чему это приводит. Многие из вас, я уверен, эти примеры знают. Но я буду благодарен, если вы послушаете их все целиком, просто потому, что это единственное место, я много искал. Нет рассказа, в котором перечислено подряд хотя бы пять конкретных примеров, показывающих, насколько в опасное время мы на самом деле живем. Начнем с очень примитивного, очень простого кейса. Есть дорожные камеры. Дорожные камеры во всем мире стоят с середины 90-х годов. Как они работают, вы все понимаете. Это система, которая фотографирует сверху автомобиль или любое транспортное средство, фиксирует скорость его передвижения, распознает автоматическими системами с помощью систем искусственного интеллекта. на самом деле это очень примитивно, но тем не менее. С помощью системы искусственного интеллекта распознает номер и использует этот номер в дальнейшем. Понятно, он вставляется в базу данных, выписываются штрафы, проверяется, штраф оплачен или нет, ну и так далее. Очень понятная история. Картинка, на самом деле, картинка, которую я нашел, это даже не первый, это 2007 год, это картинка очень популярная в интернете. Когда я первый раз ее нашел, это был 2008 год, то есть это произошло через год после того, как автор выложил эту фотографию, я думал, что это шутка. Оказалось, что нет, это 2007 год, очень сообразительный молодой человек в Польше провел вот такую странную операцию. Он распечатал огромный баннер, обратите внимание, он даже немножко постарался, если вы приглядитесь, видно, что он даже постарался снаружи сделать кромку такую, чтобы было похоже на номер. Просто это очень длинный номер. Для тех, кто не понимает, что здесь происходит, эта строчка на самом деле вызывает удаление большой базы данных, содержащей все данные о штрафах и номерах в полицейской базе. Тут есть, оставим за скобками вопрос, как именно человек узнал, как называется эта база данных, потому что это тоже важный вопрос, но тем не менее. 2007 год. Можно сказать, что с того момента человечество активно пыталось извлекать уроки из этого всего. И, ну скажем, никаких публичной информации про это нет, но люди, которые давно этим занимаются, знают, что ровно такие же инциденты были в 2013-2014 году в Москве с сложно придуманными номерами. И это продолжается до сих пор, и люди на самом деле довольно активно пытаются с этим бороться. Это дошло до очень интересного, свежая история этого уже года про, знаете, проявление гражданской позиции. Многие ведь искренне считают, что то, что за нашими номерами автомобилей следят, это плохо, потому что, ну, это массовая слежка. Как люди придумали с этим бороться? Ну, я вам сейчас покажу. Это футболка с большим количеством американских номеров автомобиля. Это, ну, такой штат Вермонт, вот я вижу, Орегон, что-то еще. Это отдельная компания, это отличные ребята, они называются Adversarial Fashion. Сейчас я вам покажу, к чему привела печать этих футболок. Рамочками вот этими это реально, это скриншот из реально работающей программы американской, которая распознает номера автомобилей. Это действие происходит в Лас-Вегасе. Сейчас поближе покажу. И, ну, вы видите, да, что с правой стороны здесь прямо подписано это автомобиль с номером таким-то из Невады. Автомобиль направлен вот в ту сторону и указана какая-то ориентация. Для чего это делалось авторами? На самом деле исключительно для того, чтобы показать абсурдность того, что штрафы выписываются по номерам с помощью системы искусственного интеллекта без применения человеческого мозга. Сейчас мы потом к этому вернемся, но давайте я вам сейчас попрошу заметить, вы же обратили внимание, да, что живой человек никогда бы не перепутал ни первый номер, ни вот эту фотографию с реальными номерами автомобилей. Никогда. Этого бы никогда не произошло. Немножко о том, как вообще работают современные системы компьютерного зрения. Я сейчас буду рассказывать очень упрощенные истории, но я специально немножко даже переупрощаю для того, чтобы, собственно, рассказать, о чем я говорю. Как работают системы современного компьютерного зрения? в большинстве случаев они работают не с картиной, не с изображением целиком. Это чудовищно неэффективно, разбирать буквально каждый пиксел и пытаться из него извлечь какую-то пользу. Они работают с примерно таким изображением, как, знаете, когда маленький ребенок рождается, первые 2,5-3 недели его зрение чудовищно размыто. Но, несмотря на это, он довольно точно понимает, где здесь лицо, какая эмоция на этом лице, ну и так далее. Я вам сейчас покажу и вы сами увидите. Смотрите. Вот приглядитесь к этой размытой фотографии. Вы же точно видите, да, что это лицо, оно улыбается. И если вы приложите некоторые дополнительные усилия, а на самом деле эти усилия, они очень интересные, это выключите свои аналитические размышления и просто как бы интуитивно на это посмотрите. Вы даже видите, куда этот человек смотрит, правда? Ну, я вам сейчас покажу и вы все поймете. Он, конечно, смотрит на вас. Все совершенно очевидно. Точно так же, примерно, точно таким же способом на самом деле люди работают с компьютерной, система компьютерного зрения работают обычно с очень укрупненными изображениями, с очень пикселизированными изображениями. Почему это так? На самом деле, в первую очередь из-за экономии ресурсов. Мы все стараемся как можно больше сэкономить ресурсы. Это переупрощение очень плохую шутку играет за час человечества. Я очень надеюсь, что мы со временем от этого откажемся и будем работать уже с цельными изображениями, как есть. Ну, наверное, когда-то ресурсы дорастут. Для чего вообще используется система компьютерного зрения? Там есть много разных задач. Самая частая, которую сейчас используют и которую чаще всего эксплуатируют, это задача классификации изображений. Как работает классификация изображений? Берется фотография для простоты, берется фотография какого-то объекта, система компьютерного зрения на нее смотрит и говорит, что с вероятностью 90% это конь, с вероятностью 60% это овца, с вероятностью 4% это два человека, взявшиеся за руки. Ну, обычно это работает так. Вот эта конкретная, вот тут реальная картинка с реальной оценкой уверенности в том, какое это изображение. Вот этот процентаж, вот этот вот, это насколько система компьютерного зрения уверена, что это именно этот объект. То есть она с вероятностью 19,4% считает, что это чашка. С вероятностью 14%, почти 14,5%, что это раковина. 10%, что это контактные линзы и 4%, что это человеческий глаз. Часто, когда показываю эту картинку, часто спрашивают, почему так странно. Казалось бы, человек же очень легко понимает, что это просто чашка. Причем, давайте вот для теста, мне прямо интересно, как вы считаете, что в этой чашке? Интересно. Вот почему-то в России все считают, что здесь суп. Если точно так же пикселизировать картинку, как работают современные системы, вы обнаружите, что понятно, почему она подумала, что это контактная линза, да? Ну, как бы, сильно боли становятся понятны. И понятно, почему с глазом можно было перепутать, потому что есть какой-то такой глазоподобный контур. Но на самом деле это не важно. Мне интересно другое. Почему система вот на этой картинке все равно с такой высокой долей вероятности считала, что это чашка? очень подозрительно очень подозрительно мне всегда было, почему системы, которые занимаются классификацией, настолько в этом уверены. И я был такой не один. В 2011 году появились ребята, которые сделали публикацию. Это очень интересная публикация. Она называется «Бананослаг». То есть, ну, неважно сейчас. Они поставили себе очень интересную задачу. Можно ли обмануть систему классификации изображений каким-то простым образом? И какой простой образ они приняли, они решили, ну, смотрите, у нас есть система, которая распознает изображение и говорит, что с высокой степенью вероятности это ружье, например. Давайте придумаем, что положить рядом для того, чтобы система решила, что это не ружье. Результатом этой работы стала очень интересная, это очень интересная действительно научная работа. Стал вот такой результат. Смотрите, есть классификатор. На верхней картинке с вероятностью почти 100%. Этот классификатор считает, что это банан. Но стоит маленькую наклейку, эта наклейка размером меньше, чем половина банана, положить рядом, это реально стикер, в смысле наклейка на стол, положить рядом на этот стол, с вероятностью почти 100% система начинает считать, что на картинке тостер. Это на самом деле история, которая очень сильно показывает. Это публикация 2012 года, с тех пор глобально ничего не изменилось. То есть все современные системы искусственного интеллекта по-прежнему уязвимы к таким проблемам. Да, мы более или менее научились решать эту конкретную проблему, вот эту конкретную проблему с наклейкой, тем, что теперь в классификаторе изображений сначала ищут на изображении главный объект, а потом уже пытаются распознать его. То есть мы на четверть шажочка приблизились к тому, как размышляют двух-трехлетние дети, глядя на картинку. Когда ты мне показываешь картинку, на которой трава, солнышко и уточка, конечно, ребенка больше всего интересует уточка. Поверьте, я проверял. Четыре года назад появилась работа, которая для меня прямо изменила просто весь подход к всем отношению к системе искусственного интеллекта. И у нее даже название классное, оно мне прям нравится. Называется one-pixel-attack. Ребята, почитав историю про стикер, подложенный к банану, подумали, а до какого размера можно уменьшить объект, который ты добавляешь на картинку, чтобы можно было запутывать системы распознавания, системы классификации изображений. И оказалось, что достаточно одной точки, одну точку достаточно изменить в картинке, для того, чтобы их путать. Вот наша старая чашка, помните, да? Вот тут точка поставлена, обратите внимание, ее не было на изначальной картинке, и прям кружком обведена, потому что эта точка, ее люди вообще не замечают. Но добавление этой чашки, этой точки автоматически делает так, что система классификации изображений начинает думать, что это чашка для супа. то есть там действительно она похожа на суп, но это кружка, а не тарелка. Это простой пример, давайте я вам чуть более сложный приведу. Вот есть чайник, видите, да? Добавление к нему одной точки привело к тому, что система считает, что это джойстик. Ни один человек никогда в своей жизни это не перепутает. Ну, то есть я не видел человека, который бы, глядя на эту картинку, сказал, джойстик. Даже двухлетний ребенок, если он знает слово джойстик, не перепутает. Еще одна любимая мной картинка. Без точки. Почему-то система считала, что это хомяки, потому что, но мне кажется, что это не хомяки, да? Кто это на картинке? Ну, правильно люди говорят, это хорьки, скорее всего. Маленькие хорьки просто. Но с поставленной этой точкой, обратите внимание, это сосок. Можно просто чисто для теста, кто-нибудь из вас в зале мог бы подумать, что здесь сосок? Последний пример покажу, потому что он мне просто страшно нравится, это прямо чудо. Без точки, ну, совершенно понятно, с точкой, бумажное полотенце. Чтобы вы понимали, современные, это прошло 4 года с момента публикации этой работы, современные системы классификации изображений, нет, чуть-чуть вперед мы продвинулись. И теперь периодически обучая систему для классификации изображений, подмешивают случайный шум в картинке, еще что-то, чтобы как-то все равно от этого избавиться. Но это всего лишь чуть-чуть усложнило построение новых систем. Сейчас я вам расскажу про… Причем, да, вы понимаете, что с этой точкой все было довольно просто, и это работа четырехлетней давности, это работа до того, как люди увлеклись генеративными сетями. Несколько лет назад появилась такая, ну, любимая всеми задача про перенос стилей. Как это делается? Когда, давайте, для простоты так, даже не про перенос стилей, а про генерацию изображений. Представьте себе, что у вас есть нейронная сеть, задача которой у нее есть на входе поток картинок, а она обучается различать кошечек и собачек. Ну, вот на этой картинке кошечка, на этой собачка, кошечка, собачка, кошечка, собачка. И она на этом как-то обучается. К сожалению, количество фотографий кошечек и собачек вообще не очень велико, так, по-честному, если. И для того, чтобы обучать эти системы более эффективно, была придумана интересная идея. А давайте построим еще одну сетку, которая будет рисовать кошечек и собачек. Ну, для обучения, понятно, да? Для обучения первой сети. Так появилась на самом деле по большому счету вся конструкция, которая называется генеративные сети, она работает вот как. Есть нейронная сеть, которая называется дискриминатор. Ее задача отличать настоящие картины от тех, которые нарисованы. От тех, которые нарисованы для простоты компьютером, давайте скажем. Сначала она учится на огромном количестве настоящих картинок и мусора и учится как-то их различать. Параллельно с этим создается другая нейронная сеть, которая называется генератор, задача которой из случайного нагенерированного шума, просто из генератора шума берется набор данных, она преобразовывает этот шум в картинку, которая максимально, ее задача такая, максимально сделать похожую картинку на настоящую, например, на картинку собачки или кошечки. Эти же созданные образы, новые созданные картинки подаются тому же самому дискриминатору и говорится, скажи, это настоящая картинка или нет. Если эта картинка настоящая, генератору говорится, ты молодец, дискриминатор думает, что картинка настоящая, генератору говорится, ты молодец, ты все хорошо сделал, делай так и дальше, а дискриминатору говорится, ну ты не молодец, ты не угадал, ты больше такие картинки так не делай. На этой конкуренции между двумя нейронными сетями, которая одна пытается обмануть другую, а второй все время говорится хорошо или плохо получилось, люди научились создавать картины, которые максимально похожи на что-то из реальной жизни. Например, на фотографии кошечек и собачек. Почему я вам про это рассказываю? Казалось бы, какое это отношение имеет к атакам? Но дело в том, что внезапно выяснилось, что этим же подходом можно совершенно великолепно обманывать нейронные сети, обманывать систему распознавания образов. У меня есть картинка, я ее страшно люблю, это знаменитое ружье, созданное в MIT. Это даже не просто ружье, это automatic rifle, это автоматическое оружие. Оно выглядит вот так. Там вот видите, да, слева подписано, я не знаю, видно это вам или нет, но столбик с самым высоким confidence, с самой высокой уверенностью, что это ружье. При этом фотография черепахи, больше того, это даже не фотография черепахи, на самом деле это видео черепахи, совершенно настоящее. Почему система считает, что это ружье? Как это произошло? Произошло это так. Смотрите, помните историю с генератором, в который подается шум и который старается из шума сделать настоящую картинку? Вот теперь представьте себе, что вместо шума вы подаете фотографию или кадры с видео черепахи. А задача генератора обмануть систему и сказать ей, что это ружье. Такая состязательная сеть, такая сеть, которая пытается постоянно обмануть другую систему, которая определяет, давайте для простоты, ружье это или не ружье, построить довольно легко. Это публикация двух с половиной годичной давности. Ее сделали два с половиной студента в свободное от основной учебы время. Был бурный успех. А теперь представьте себе, что на самом деле достаточно нанести особый узор на ваш чемодан, так чтобы систему распознавания оружия в аэропорту, не оценила шутку людей, которые это сделали. Ребята из MIT, когда опубликовали эту работу, они знаете, давайте мы к этому еще вернемся, они очень сильно сомневались, они прям в своей публикации несколько раз говорили, что они сомневаются, стоит ли выдавать такую публикацию. В конце концов, они это сделали, и публикация имела большой успех, очевидно, несмотря на то, что она открыла портал ВАД. Вы понимаете, да, какое количество людей теперь уже точно знают, насколько легко обмануть системы компьютерного зрения. Почему я так сильно останавливаюсь на системах компьютерного зрения? Потому что это примерно передний край современных систем искусственного интеллекта. Именно там активнее всего внедрение прямо сейчас происходит. Именно там у всех создается впечатление, что ну тут мы все уже умеем, мы все про это знаем. Самые, наверное, классные штуки, связанные с системой распознавания изображений, это все, что связано с распознаванием лиц. Первые системы распознавания лиц, вот я прямо, так получилось, что я работал в нескольких компаниях, которые этим занимались в 90-е годы, в начале 90-х годов. И уже тогда было понятно, что это крайне опасная и сложная история. Я всегда рассказываю один и тот же анекдот. Давайте я картинку сменю, потому что анекдот приятно рассказывать на страшной картинке. Все взрослые здесь, да? Есть младше 14-ти? Окей, шутку расскажу, как есть тогда. История такая. Компания, которая занималась распознаванием лиц, довольно небольшая. Делали мы это для систем безопасности. И там был очень неприятный начальник, генеральный директор, который все время подозревал нас, разработчиков, в том, что мы делаем какие-то свои непонятные штуки прямо внутри своего продукта. И кто-то пошутил с ним, что если, я прошу прощения, показать в камеру… А вы представляете, какие тогда были камеры? Это 94-й год. У нее было VGA-разрешение 320 на 240. На 200 просто. 320 на 200. Что если показать в эту камеру, прошу прощения, обнаженные ягодицы, то появится какая-то нецензурная надпись. Я сразу, чтобы никто не думал, скажу, что никто ничего здесь не программировал. Просто этого ничего не было. Мы сидели все в одной комнате, он выгнал нас всех из комнаты, видимо, повернулся к этой самой системе. Вообще, вы имейте в виду, что у всех разработчиков, если камера включена, обычно она пишет видео. В общем, я не знаю, что у него там произошло. Он вышел оттуда очень красный, но мы знаем, что в логах, судя по всему, на экране у него появилась надпись, требующая второе лицо выйти из кадра. Зачем я вам рассказываю этот анекдот? Чтобы вы понимали, что на самом деле системы, связанные с познаванием лиц, анализом изображений и штуками, которые вообще крутятся вокруг практического использования всего этого, разрабатываются с 90-х годов. Есть страны, в которых это уже давно просто комодизи, это технология, которая используется максимально широко. И о какой стране я говорю? Блин, мне кажется, можно вам ничего не рассказывать. Мой любимый пример, это пример с нынешним Шанхаем. В Шанхае, если вы там были, в некоторых местах, особенно около аэропорта, установлены специальные экраны, они выглядят вот так. Это прямо экран, стоящий на улице, на котором показывается нарушитель дорожного движения. Прямо вот фаза, смотрите, видите, его лицо. Видно, видно, что он едет на мопеде, видно, что он проезжает на красный свет, вот горит зеленый в другую сторону, видно, что он про это знает, но он спокойно проехал. И это такая камера стыда. Здесь кусок замазан, но имейте в виду, что вот видите, его лицо, а сверху и снизу как бы пустое место. Там написаны его персональные данные. Как его зовут, где он живет, сколько ему лет, приблизительный доход и так далее. Ну, в этом смысле это очень Китай. И, ну, казалось бы, интересный подход, да? Что бы вы представляли, у них с гражданской точки зрения все очень красиво. Вот ты нарушил эти правила, какие, знаете, какие у вас наказания? Вы в течение 20 минут обязаны поработать регулировщиком на этом посту, ну, под присмотром, прослушать курс из двух часов правил дорожного движения или заплатить, там какая-то очень большая сумма была, если я правильно помню, что такое 2,5 долларов штрафа. Ну, вот или доска позора. В один момент тут произошло интересное событие, про которое я очень люблю рассказывать. Оно популярное. К сожалению, фотография очень-очень нечеткая, но я вам расскажу, что на ней нарисовано. Как ее зовут? Дун Минжу, да? Кто помнит правильно? Дун Минжу ее зовут. Это очень известная бизнес-леди из Китая. У нее несколько книг, про нее сняты сериалы, и она опубликовала свою очередную книгу. И вот посмотрите внимательно на средний кадр, на среднюю полосу, вы видите, там автобус едет, да? И в нижней части, на пешеходной полосе, вы видите ее лицо. Система распознавания нарушителей со стопроцентной уверенностью считала, что эта очень крупная леди постоянно перебегает дорогу в неположенном месте, отвратительно себя ведет. В общем, в течение нескольких дней Дун Минжу не слезала с этих экранов позора. А вы знаете, да, как решилась эта проблема? Почему она оттуда пропала? Знаете, нет? Там очень смешная история. Ей поверх наклеили такой стикер, она получалась в кепке, и кепка была опущена довольно низко и переставала распознаваться. Ну и естественно, про это никто не говорит, но количество штрафов, которые были ей выписаны, по некоторым оценкам превышает доходы, которые она получила от публикации этой книги. Штрафов было много. Для того, чтобы бороться с такими системами, а по большому счету, но нам всем неприятно, это слежка, да, в 2012, кажется, году есть ребята, которые делали прекрасный проект, он называется CV Dazzle, и это очень хорошая, как мне кажется, позитивная история. Что они придумали? Они придумали, что системам распознавания лиц надо так или иначе мешать. А как им мешать? Ну, примерно вот так. Это интересная концепция. Я давайте с другой стороны начну, вам будет более понятно. Вот так выглядит лицо этого человека, когда система распознавания лиц работает. А если сменить прическу на ту, которая справа, то система распознавания лиц перестает работать. Это крайне примитивное решение. Почему она перестает работать, я вам сейчас расскажу, вы все поймете. На самом деле, вот эта синяя краска, лишний макияж на лице, все это не нужно. Все, что было нужно, как оказалось, это перекрыть линию перекрестия бровей и носа. Если ты ее перекрываешь, система распознавания лиц перестает распознавать этот контур как лицо. То есть помните историю про две ягодицы. Вот этот контур зеленый, видите, который здесь обведен, он просто пропадает. Пропадает он совсем, и если внимательно посмотреть на это лицо, в принципе, обратите внимание, что люди ведь не подумают, что это не лицо. Каждый человек знает, что это просто лицо с довольно странной картинкой. Когда я начал про это думать, мы с коллегами несколько лет назад провели довольно забавный эксперимент. У меня есть такая мысль всегда, что я достоин большего, что я могу сделать лучшее. И мы попробовали очень интересную мысль. Мы попробовали применить идеи от BFG-атаки, от атаки с помощью генеративных сетей, примерно к проекту CVDuzzle. Мы решили, что просто разрушать контур лица, это на самом деле очень неудобно и некрасиво. И с практической точки зрения, если вы в своей жизни ходили с длинной челкой на глаза, вы знаете, что это не очень удобно. То есть я до 15 лет так не считал, но сейчас я просто знаю, что это очень неудобно. Что мы сделали? Мы построили такую сеть, которая, глядя на вашу фотографию или короткое видео, придумывала, какой мейкап, какие линии и точки нанести на ваше лицо, для того, чтобы оно перестало распознаваться, как вы, для начала. И, ну, собственно, мы провели такой эксперимент. Мне он очень нравится. Человек, который находится здесь, вот в этом эксперименте, он прямо в зале. Я вам очень благодарен за этот эксперимент. Он, мне кажется, отлично выглядит в этом макияже. И все системы распознавания лиц, которые мы на тот момент стестировали, совершенно однозначно сказали, что это не он. Чтобы вы понимали, я даже пробовал загружать эту фотографию во ВКонтакте и Фейсбук, а этот человек находится у меня в друзьях. Нет, эта фотография я никогда не узнавала. На самом деле, наверное, в таком виде эту публикацию стоило бы выложить и не переживать по этому поводу. Но внезапно выяснилось, что легкой доработкой этой системы мы можем добиться того, что это лицо не просто перестанет распознаваться, как этот конкретный Александр, а система распознавания лиц начинает путать его с вообще другим человеком, на котором мы конкретно покажем. То есть мы можем придумать такой макияж, который для человека разумного, то есть нас с вами, я думаю, что большая часть здесь относится к этому виду, совершенно не похожа на другого человека. Например, давайте на… у меня вот такая фотография есть. на Аркадия Воложа. А система распознавания лиц совершенно однозначно говорит, это Аркадий Волож. И когда мы на это посмотрели, мы поняли, что нет, в таком виде мы публикацию делать не будем, и сервис запускать не будем точно. Ну и, собственно говоря, то, что произошло дальше, действительно подсказало мне, что с моральной точки зрения так делать, конечно, нельзя. Все это было про изображение. На самом деле, к сожалению, все это справедливо и для всех остальных систем распознавания образов. Скажем, со звуками сейчас происходит ровно такая же история. Есть прекрасный эксперимент, это даже не научный эксперимент, это практический хак. Я могу, грубо говоря, написать такое приложение. У кого дома есть какие-нибудь умные колонки? Умите руки. О, класс. Я могу написать такой звук в игру, который с точки зрения живого человека будет звучать как выстрел, а с точки зрения систем распознавания речи будет инициализировать общение с вашим умным помощником. Иногда это случается, в зале правильно говорят, что такое просто случается иногда, но одно дело, когда это случается непредумышленно, а другое дело, когда в 99% случаев набором звуков, которые для человека не похожи на вызов вашего умного помощника, как бы его ни называли. Тем не менее срабатывают. Это вполне конкретная жесткая атака. И, конечно, я могу… Вы помните, наверное, да, когда только появились вот эти Google Glass, первые прототипы, была популярная шутка о том, что самое интересное – это подойти к этому человеку и сказать, ну, я не знаю, окей, Google, фотографии о коней, да, скачать, показать, посмотреть. Ну, что-то такое. Можно это сделать с помощью совершенно неслышимых, игнорируемых человеком наборов звуков. И это прямо сейчас работает буквально, ну, это сейчас не преувеличение, на любой системе. Это крайне опасная история, особенно с учетом того, что все нас подталкивают к тому, что умные помощники должны нам, ну, как бы уметь делать все. Не знаю, платить за меня за ЖКХ, да, или покупать мне футболки. Но вы понимаете, что с высокой степенью вероятности появятся звуки, которые, ну, покупают футболки через вашего умного помощника не вам. Еще один эксперимент, который я провел собственными руками, собственными глазами, это очень неприятный для меня эксперимент. Я очень люблю автомобили. У меня есть в автомобиле система, которая распознает дорожные знаки. Она крайне примитивная. Я думал, что ее-то уж обмануть не удастся. Но оказалось, что достаточно небольшой наклейки на знаке 40 км в час, для того, чтобы этот знак превратился в обгон запрещен, например. Ни один живой человек про это как бы даже подумать не может. Просто очевидно, что это знак, на котором наклейка. Но для системы распознавания образов это сейчас не так. На самом деле мы, как сообщество людей, которые просто занимаются программированием, по-честному можем сейчас обмануть любую систему искусственного интеллекта. И то, что мы это можем, и это сейчас делается в шутку, приводит меня к очень неприятной мысли. Кто из вас помнит времена, когда ДОС был, помните, да? Какое количество вирусов было, вы помните, да? Откуда они появились? Это ведь писали в среднем не люди, которые хотели совершить какое-то большое зло. В большинстве случаев это была просто шутка. Это были просто невинные шалости. Кто-то придумал, что нужно отрисовать в текстовом виде через Аски приятную ему картинку и сделать систему, которая распространяет это изображение по всему человечеству, пользующимся дискетами тогда. Класс. Просто невинная шутка. Из этой невинной шутки родилось две огромных индустрии. Индустрия антивирусов и индустрия, ну скажем, злоумышленников, которые пишут вирусы. И эта война продолжается, как ни странно, до сих пор. Ну вот и все на сегодня. Начался сентябрь, горячий сезон. В этом месяце много чего интересного будет происходить и кое в чем я даже буду участвовать. Надеюсь, расскажу вам в следующих подкастах. А сейчас... Всем пока! До новых, надеюсь, скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok